Библейский портал экзегет.ру представляет Третья книга Ездры для библейского портала Экзегет. Читаем сейчас первую главу. Вообще-то такая книга трудная, непростая, и нужно ли её читать? Я не знаю, но раз она входит в состав Синодальной Библии, я буду читать Синодальный перевод, наверное, надо прочитать. В самом начале этой книги мы видим, во-первых, она вынесена отдельно, вот идёт весь Ветхий Завет, потом отдельно, как приложение, Третья книга Ездры. Ни одна другая книга такого места не занимает. Она идёт не после Первого Ездры, Второго Ездры, которые какое-то другое совершенно место занимают внутри Библии. Первая каноническая, история о возвращении из плена. Вторая тоже история о возвращении из плена, но не каноническая, не входит в состав библейского канона. А Третья, мало того, что не каноническая, она вообще какая-то пограничная, то ли она в Библии, то ли нет. И примечание в Синодальном в самом начале говорит, книги это нет ни на еврейском, ни на греческом языках, это правда. Как славянские, так и русские переводы сделаны с вульгатой. Вульгатой – это латинский перевод Библии. В последней она разделена на две книги. Первую составляют главы 3-я и 14-я по славянскому переводу, а вторая заключает в себе главы 1-я, 2-я, 15-я и 16-я. В русском переводе удержан порядок глав славянского перевода. Ничего себе, то есть на самом деле Третья книга Ездры вот в таком виде, как Третья книга Ездры, существует только в русской традиции. Потому что она переведена с латыни, но на латыни две книги, раздельных книг. Причем, ладно бы пополам делилась, а оказывается, там первые две главы и последние две главы, а серединка другая. Но это нам довольно много говорит о возникновении этой книги. Кто и когда ее написал? Никто не имеет ни малейшего представления. Оригинал точно не дошел, потому что оригинал был либо греческий, либо еврейский. У нас вот латинские переводы, всякие другие на восточные языки. И книга составлена из разных текстов. То есть, если читать, сразу видно, что первая и вторая главы, они отдельно, вот третья и четвертая и так далее. И последние две тоже отдельно. Значит, что это такое? Ну, мы начнем, конечно, читать. Это видение, это такое откровение, апокалипсис, как можно назвать это. И, может быть, он написан христианами, кстати. Мы не можем здесь так наверняка утверждать. Тогда получается, что это священное писание Нового Завета. Да нет, не совсем. Вот оно и занимает такое место на границе. Это, в общем-то, Ветхий Завет, но отдельно, в приложении. Это такой мостик, один из многих существовавших мостиков к Новому Завету, наряду с разного рода книгой юбилеев или Заветом XII патриархов. Но те не вошли в Библию ни в какую. У эфиопов только есть некоторые дополнительные апокрифы. Это можно назвать апокрифами. А третья книга Ездра в русской и славянской традиции вошла. Но не будем поэтому относиться к ней с презрением. А лучше увидим, как, собственно говоря, вот где-то на границе двух заветов было напряженное ожидание конца времен и как такой вот заключительной битвы добра и зла, которая должна установить победу добра. Первая глава. Вторая книга Ездра. Вот чудеса. Третья книга Ездра начинается со слов «вторая книга Ездра». Но потому что, очевидно, тот, кто ее в таком виде составил, это явно был не книжник Ездра, когда он знал ту первую историческую, что существует еще вторая историческая, ему в голову не приходило. Вторая книга Ездра пророка. Сына Сераи, сына Азарии, сына Хилкии, сына Шалома, сына Садока, сына Ахитова, сына Ахии, сына Финиеса, сына Илья, сына Амарии, сына Асиэла, сына Мираёфа, сына Арна, сына Узия, сына Ворифа, сына Авишуя, сына Финиеса, сына Ильазара, сына Аарона от колена Левеви, который был пленником в стране Медийской, и в царствовании Артаксеркса царя Персидского. Ну, это генеалогия самого Ездры, да, вот он в исторических книгах, книга Ездры, которая первая в нашей традиции, его как раз возвращение из плена и возвращение тех, с кем он вместе шел, описано подробно. Но здесь не про возвращение. «Был и слово Господне ко мне, иди и возвести народу моему злых делах и сыновьям их беззакония, которые они совершали против меня, чтобы они возвестили сынам сынов своих, ибо грехи родителей их возросли в них. Забыв меня, они приносили жертву богам чужим». Ну, это обычное обличение. Вот «Израиль в плену» — это не случайно, это следствие его собственных грехов. «Не я ли вывел их из земли египетской, из дома рабства? Они прогневали меня и советы мои презрели. Ты остриги волосы головы твои, бросив на них все зло, ибо они не слушались закона моего, народ необузданный». Ну, а «Стриженные волосы» — знак траура, как бы человек лишает себя такого достойного вида, и брось на них беззаконие, то есть скажи им, что они в этом виноваты. «Доколь я буду терпеть их, которым сделал столько благодеяний? Ради них я многих царей не изложил, поразил фараона с рабами его, и со всеми войсками его. Всех язычников от лица их погубил, и на востоке народ двух областей Тира и Сидона рассеял, и всех врагов их истребил». Народ Тира и Сидона — это финикийцы, конечно, которых вообще-то никто не рассеял. Ну, наверное, имеется в виду, что, скажем так, дал израильтянам возможность в области, которые раньше финикийцы контролировали, тоже жить. Но так я уж очень вольно пересказываю, потому что здесь, конечно, есть некоторые неточности исторические. Это явно книга, написанная в более поздние времена, где-то вот на грани Нового Завета. «Ты же так скажи им, «Так, говорит Господь, именно я провел вас через море, и по дну его проложил вам огражденную улицу, дал вам вождя Моисея и Ароны священника, дал вам свет в столпе огненном, и многие чудеса сотворил среди вас, а вы меня забыли, говорит Господь». Вновь и вновь исход становится не просто таким важным эпизодом из жизни Израиля, но становится, собственно говоря, заключением Завета, договора, когда спасение израильского народа происходит из Египта, понимается, как его рождение, по сути, как народа, да, и Господь был тот, кто это рождение совершил. «Так, говорит Господь Федорожитель, перепелы были вам знамения. Я дал вам станы для защиты, но и там вы роптали». Это пересказ странствий через пустыню, когда там перепелы, птицы прилетели, можно было наесться ими. «И не радовались своими, мое погибели врагов ваших, но даже да, ныне еще ропщите». То есть нынешние недовольства – это лишь продолжение давней истории. «Где те благодеяния, которые я сделал вам? Не в пустыне ли, когда вы взалкав и пияли ко мне, говоря, зачем ты привел нас в эту пустыню, уморить нас? Лучше нам было служить египтянам, нежели умереть в этой пустыне». Ну, это пересказ, конечно, той истории, которую мы читали уже в книге «Исход». «Я сжалился на стенание ваше, и дал вам манну в пищу, вы ели хлеб ангельский». Хлеб ангельский, то есть сошедший с неба, манну – вот это особая пища, которую Господь питал израильтян. «Когда вы жаждали ней, растекли я камень, и потекли воды до сытости. От зноя покрывал вас листьями древесными». Два эпизода, причем один из них – это чудо, когда Моисей, ударив по скале, изводит из нее поток воды, а другой, ну, вполне естественный способ закрыться от зноя. Взять какие-нибудь пальмовые листья, они очень большие, ими прикрыться. То есть и чудо, и естественно, они в равной мере могут отражать заботу Бога о своем народе. «Разделил вам земли тучные, Хананею, Ферезею, Ферестимлен изгнал от лица вашего». «Что еще сделаю вам?» – говорит Господь. Тоже о поселениях в Ханаанской земле, когда другие народы были изгнаны. «Так, говорит Господь, Судержитель, когда вы были в пустыне, на реке Меррой, жаждущие хулили имя мое. Не огонь послал я на вас за богохульство, но вложил дерево в воду и реку сделал сладкую». Еще один эпизод, когда непригодная для питья вода была деревом неким исцелена, и она стала пригодной. «Что сделаю тебе, Иаков?» «Не хотел ты повиноваться Иуда, переселюсь к другим народам и дам имя мое, чтобы соблюдали законы мои». То есть такая угроза, которую в канонических книгах Ветхого Завета мы нигде не читаем. «Переселюсь к другим народам». Не есть ли это некое пророчество о христианах? Может быть, но не будем сейчас давать такого однозначного ответа. «Переселюсь к другим народам и дам имя мое, чтобы соблюдали законы мои. Так как вы меня оставили, то и я оставлю вас, просящих у меня милости не помилую. Когда будете призывать меня, я не услышу вас, ибо вы осквернили руки вашей кровью и ноги ваши быстро на совершении человека убийства. Вы как бы не меня оставили, а о вас самих, говорит Господь». Вот тоже это очень яркое противоречие, почему и считают некоторые, что это написано и христианами текст. В Ветхом Завете Господь говорит, «Я вас не оставлю», то есть «я буду ждать вашего покоения». Здесь Он говорит, «оставлю». Это может отражать тот взгляд, что израильский народ уже как бы утратил свое положение избранного народа, а оно переходит к христианской церкви. «Так, говорит Господь, не я ли умолял вас, как отец сыновей, как мать дочерей и как кормилица питомцев своих, чтобы вы были мне народом, и я вам Богом, чтобы вы были мне сынами, и я вам отцом. Я собрал вас, как курица птенцов своих, под крылья свои. Что ныне сделаю вам? Отвергну вас от лица моего. Когда принесете мне приношение, отвращу лицо мое от вас, ибо ваши дни праздничные, новомесячные обрезания я отринул. Я послал к вам рабов моих, пророков. Вы, схватив их, умертвили и растерзали цела их. Кровь их я взыщу, говорит Господь». Здесь тоже прямо вот из Евангелия строки, про злых виноградарей, которые, соответственно, убили посланных к ним слуг. «Так, говорит Господь, сведорожитель, дом ваш пуст. Разве я вас, как ветер мекину, и сыновья не будут иметь потомство, потому что заповедь мою презрели, делали то, что зло предо мною. Предам дома вашим людям грядущим, которые, не слышав, меня уверуют, которые, хоть я не показывал им знамений, исполняют то, что я заповедал, не видев пророков, воспомянут о своих беззакониях. Завещеваю благодать людям грядущим, дети которых, не видев меня очами плотскими, но духом веруют тому, что я сказал, торжествуют с весельем». Вот это очень звучит по-новозаветному, то есть те, кто не видели, но уверовали, можно сказать, так и в Ветхом Завете, в общем-то, простые израильтяне Бога глазами не видели. Это абсолютно редчайшие, исключительные эпизоды с Моисеем, с пророком Ильей, да и то там, нельзя сказать, что вполне видели. Это как-то иначе немножко описывается. Общались лицом к лицу, да, как Моисей, но не наблюдали же ежедневно, вот, как вот мы друг друга видим, да. Но здесь, наверное, под этим подразумеваются те, кто не были причастны, собственно, закону, те, кто не были причастны Ветхому Завету, другие народы. «Итак, теперь смотри, брат, какая слава, смотри на людей, грядущих с Востока, которым я дам вождя Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа, и Амоса, и Михея, и Аилия, и Авдея, и Оны, и Наума, и Аввакума, Сафония, и Агея, и Захарию, и Малахию, которые наречены ангелом Господним». Вот, соответственно, список пророков, законы пророки, да, вот как Иисус будет описывать Ветхий Завет, то, что мы сегодня Ветхим Заветом называем. Так и здесь упомянут закон, пересказан историю его дарования, странствую через пустыню и названы пророки. Отдельно Малахия названа ангелом Господним, потому что он последний среди пророков, ну и по месту в книге Библии. И, кроме того, он говорит о приходе вот Иоанна Крестителя, или, как он выражался, Илии, пророка Илии, который должен возвестить приход грядущего Спасителя. Ну вот, Малахия поэтому тоже понимается часто как некий ангел, который возвещает об этом приходе. Но во второй главе продолжится эта часть книги, которая вполне возможно написана христианами. Продолжение следует...